Всем привет, это Олеся, надеюсь у вас все в порядке. Сегодня я хочу взглянуть на график биткоина, потому что на самом деле в последнее время происходит что-то интересное, и я хочу изучить это повнимательней. И в частности, посмотреть более внимательно на то, что произошло в недавнем волатильном движении вниз, как вы и видите здесь сами. А еще взглянуть на график эфира, потому что то, что произошло с эфиром, являются интересными и влияют на то, что происходит с биткоином. Присоединяйтесь. Итак, с возвращением. Я хочу начать с изучения графика биткоина. В дальнейшем мы перейдем на эфир через несколько минут. В настоящий момент есть беспокойство о том, что происходит с биткоином. Из-за уверенного движения вниз, которое мы недавно увидели на этой неделе, в результате которого цена биткоина спустилась ниже уровня в 27 тысяч. Должен сказать, что на членском видео, и кстати, давайте я его включу, вы сами посмотрите, затем мы вернемся и продолжим наш анализ. До тех пор, пока биткоин находится ниже этого диапазона, от 30 тысяч до 30 тысяч 500, больше вероятность того, что мы пойдем вниз, вот в этот диапазон, который находится вот здесь, от 27 до 26 тысяч. На самом деле 27к будет более важной поддержкой. И вот, ребят, мы снова здесь. Как вы сами слышали, в членском видео я ожидал движения биткоина вниз на тестирование уровня около 27 тысяч. Вот здесь, около 27к. Однако, должен сказать, что тест уровня 27к, даже с учетом, что я думал это возможно, что мы спустимся на 27к, я не думаю, что это будет более вероятно. Так что здесь я был неправ. Но в любом случае, мы получили с вами уверенный и сильный спад цены. И вот, что я в этом вижу. Я думаю, что хорошо иногда ситуацию откладывать в сторону и посмотреть на нее в перспективе. Заметьте, что, несмотря на то, что биткоин уверенно съехал вниз, он не преодолел низы июля. Пока, по крайней мере. Но интересно то, что он не поломал важную трендовую линию. И когда я говорю о трендовой линии, надо реально посмотреть на ситуацию со стороны. Давайте хорошенько укрупним картинку. Вот так, до 2020 года. Теперь посмотрите на график. Обратите внимание на эти низы. Нижняя точка 2020 года. Это низ, который образовался во время пролива в самом начале кризиса коронавирусной пандемии. Это было крупное падение, и оно образовало, как видите, вот этот низ. И если мы с вами эту нижнюю точку свяжем с нижней точкой, которая образовалась вот здесь недавно, когда я говорю недавно, я подразумеваю ноябрь прошлого года, а также января этого года. В итоге, обратите внимание, у нас получается трендовая линия поддержки. И заметьте, что биткоин не преодолел эту желтую трендовую линию, эту долгосрочную линию поддержки. Это очень важно, потому что пока биткоин защищает и следует эту трендовую линию, другими словами, пока биткоин остается над этой трендовой линией, что на самом деле недалеко от 23К, Поэтому пока биткоин остается над этой трендовой линией, я остаюсь приверженным долгосрочной бычьей точки зрения. И вот еще что хочу сказать об этом графике биткоина. Помимо данной трендовой линии поддержки, заметьте еще кое-что интересное. Если вы возьмете вот этот инструмент, на многих графиках он есть, а на TradingView он называется трендовой линией Фибоначчи. Так что включайте этот инструмент, и если вы нарисуете от этой вершины, то есть если вы измерите верха с апреля до низов, июня, апрельские верха и июньские низы, а затем сделаете проекцию от верхов июля, обратите внимание, что получите такую интересную и довольно красивую симметрическую проекцию. На моем графике она изображена красным. Это стопроцентное симметричное продление или проекция от уровня, который мы недавно достигли. Я полагаю, это логарифмическая шкала трендовых уровней Фибоначчи. Я строю график, используя логарифмическую шкалу, а также я использую логарифмические настройки данного инструмента Фибоначчи. Ясно? Итак, другими словами, посмотрите на эту стопроцентную логарифмическую проекцию. Давайте простым языком. Если вы измерите это изначальное падение с апреля, то стопроцентная проекция даст вам вот эту красную линию. Очень близко к уровню, который мы только что коснулись. Мы совсем недавно достигли вот этот уровень. 25 397, или попросту 25 400. Далее, есть еще один уровень, сразу ниже этого, что соответствует 1,382. Продление Фибоначчи 138.2, что примерно приводит нас к 23 289, или простыми словами, 23 300, если округлить, что является еще одним важным уровнем продления Фибоначчи. И, кстати, причина, почему это важно, в том, что это совпадает с трендовой линией, которую я только что нарисовал. Это желтая трендовая линия, которую я показывал пару минут назад. И здесь много совпадающих объединений. Мне нравится, когда некоторые уровни объединяются в конкретной зоне или месте, образовывая районы или зоны поддержки. Другими словами, ребят, я думаю, что уровень в 23 000, этот уровень станет очень важным уровнем поддержки, на мой взгляд, для биткоина. Этот уровень, эта трендовая линия на уровне 23 000, должна быть защищена, чтобы сохранилось наличие бычьей картины. Также вы можете заметить еще кое-что на этом графике биткоина. Обратите внимание, что этот спад, который совсем недавно образовался, буквально привел у нас на уровень верхов прошлогоднего августа. Вот августовские верха. Мы тестировали этот уровень, как видите, вот здесь, и второй раз мы ушли на ретест этого уровня. Примерно 25к, 25100. А также мы не так уж и далеко, как вы сами видите, от июньских низов. Вот здесь этот уровень. И я помню, что ранее я говорил, что если мы, если биткоин закроется ниже июньских низов, то на самом деле ситуация будет очень медвежья. Но сейчас я свой подход поменял до вот этого уровня, этой трендовой линии в районе 23к. Но я упоминал и еще кое-что. Это кое-что эфир. Через пару минут мы вернемся к биткоину, но ключевой вывод в том, что эфир также формирует очень интересный график. И на это наше внимание обратить стоит. Так как часто то, что происходит с эфиром, может являться иногда хорошим опережающим индикатором для биткоина. Не всегда, но иногда может. Поэтому хорошая идея в том, чтобы смотреть на оба этих графика, когда вы делаете анализ по биткоину. Обратите внимание, что эфир все еще обеспечивает удержание аптренда. То есть, несмотря на это большое падение вот здесь, несмотря на это, мы все еще над трендовой линией. Этой желтой трендовой линией. Со значением вот здесь примерно в 1500. Примерно. Хочу отметить, что данные уровни также являются очень важными. Низы марта на уровне примерно 1370 или 1369. Это очень важный уровень поддержки для эфира. И должен сказать, что для биткоина также. Из-за их корреляции. И еще кое-что. Если мы сделаем аналогичные вещи, о которых говорил я недавно, про симметрию. Если вы измерите это падение от вершин апреля до низов июня, а затем сделаете проекцию, используя логарифмическое продление, аналогично, что я недавно показывал, то мы получим стопроцентную проекцию, примерно до уровня, который мы недавно достигли. 1533. Так? Вот здесь. Этот уровень, который на моем графике показан красной линией и очень близко к трендовой линии поддержки. Другими словами, то, что нам это говорит, а то, что похоже, что эфир отрисовывает нам корректирующий или похожий на корректирующий ABC паттерн. A-B-C. Корректирующий паттерн по эфиру. Другими словами, коррекция цены. Сок. Это, кстати, нам дает, и я собираюсь придерживаться этой точки зрения, что это коррекция, а не перевернутый паттерн. Это нам показывает, что эфир обеспечивает защиту этого диапазона. В идеале очень важно обеспечить защиту данной трендовой линии поддержки. Я бы сказал, что уровень 1500 является очень важным уровнем поддержки. Но даже если этот уровень 1500 не удержится, я бы сказал, этот низ в марте 1370, то этот уровень должен быть удержан для эфира, для сохранения бычьей картины, для обеспечения долгосрочного аптренда. Так как любое его пробитие, даже с учетом, что я этого не ожидаю, я на самом деле не настроен по медвежьи на эфир и биток. Но если эфир не удержит оба эти уровня, уровень трендовой поддержки на 1500 примерно, и преодолеет мартовские низы на уровне 1370, то я передумаю. Так как это заставит меня передумать и начать смотреть по медвежье, на эфир и потенциально биткоин. Повторюсь, я этого не ожидаю. Я не считаю, что эти уровни мы пробьем, обеспечивающие нам долгосрочную бычью картину. Если мы удержим эти уровни. В том случае, если эфир защитит и удержится над 1370, и в идеале на 1500. Но эта зона должна выдержать. И еще одна вещь. Вы видите, что здесь я нарисовал зеленую линию. Да, я все еще думаю, что мы в аптренде, несмотря на эту коррекцию. Я все еще думаю, что мы в аптренде по эфиру. Но я очень жду подтверждения. Я хочу видеть подтверждение уровня 1800. И как только эфир сможет достичь 1800 вот здесь, то это будет первая ранняя подсказка, что эфир здесь достигна. И также, возможно, биткоин. Поэтому за этим уровнем смотрите очень внимательно. 1800. Если у эфира получится нарисовать красивые зеленые свечи выше 1800 в следующие несколько дней и недель, то это будет хорошим признаком того, что эта коррекция, вероятно, коррекция ABC, подходит к своему концу. И мы, вероятно, начинаем следующие волны по направлению вверх, к значительно более высоким уровням. Это видение нам обеспечит уверенное сильное ралли и закрытие над 1800. Не забывайте про эти уровни. Но возвращаясь к графику биткоина, вот такой мой текущий анализ, построенный на биткоине и эфире. Другими словами, это означает, что если эфир сможет преодолеть отметку в 1800 и удержать данную трендовую линию, то это также станет позитивным фактором и признаком для биткоина. И позвольте сказать еще кое-что. Я знаю, что кто-то со мной не согласен, смотря это видео. И это нормально, мы можем не соглашаться. Но также я знаю, что некоторые не думают, что данное движение является коррекцией. По мнению некоторых людей, это движение является не коррекцией, а весь этот паттерн, этот дроп, является началом крупного краха. Потому что вот в чем дело. И важно это также принять во внимание. Если это не коррекция, и если это падение не является корректирующим паттерном, то получается единственная убедительная альтернатива. Единственная реальная и убедительная альтернатива в том, что это начало крупного краха или разворота. Но повторюсь, что я не думаю, что это разворот. Но если вы верите, и те люди верят, что это не коррекция, то каков тогда здесь вариант? Реально, единственный здесь вариант в том, что это начало краха. Другими словами, по их мнению, это является начало крупного краха, движение вниз, что приведет нас даже ниже низов октября, то есть ниже 15к, ниже вот этого уровня. По их мнению, повторюсь, это не то, что я думаю. Но на их взгляд, эта ситуация очень медвежья. Поэтому они думают, что это начало крупного разворота и краха в направлении ниже 15к и, возможно, ниже 10к. Но позвольте, повторюсь, как я говорил в начале видео. Я так не думаю. Это не мой высоковероятный сценарий, так как пока мы, повторюсь, ну, простите, что повторяюсь, как я говорил в этом видео, пока биткоин следует данной трендовой линии поддержки, данной трендовой линии, которая приведет нас к 23к. То есть пока биткоин находится выше данной трендовой линии поддержки, которая, кстати, долгосрочная линия поддержки, то я продолжаю боковать. И как упоминалось ранее, есть еще один уровень поддержки 1.382. Кстати, примерно на том же уровне, около 23к. И в этом действительно заключается моя точка зрения. Простыми словами, пока биткоин остается над этим важным уровнем поддержки в 23к, и также, пока эфир остается, обеспечивает и находится над своей трендовой линией поддержки, что соответствует 1500, а нижняя граница 1370, то есть пока эфир находится над этой важной зоной поддержки, то я могу сохранять свою бычью долгосрочную позицию на оба этих графика эфира и биткоина. И в настоящий момент такова моя точка зрения. И сейчас мне остается ожидать дополнительного подтверждения, что этот паттерн станет корректирующим движением. И я думаю, что мы увидим хороший отскок. И скорее всего, это произойдет на следующие дни или несколько недель. Я думаю, что нас ждет уверенный отскок. Для конкретно этих графиков. Либо уверенный отскок, или формирование дна. На этих графиках, опять же, с учетом того, что этот важный уровень поддержки не будет нарушен, а активы останутся над ним. Иначе я передумаю и сильно замедвежусь. Но сейчас я уверен в долгосрочном бычьем исходе, если мы удержим уровень поддержки около 23К. И это все по графикам. Но обязательно посмотрите наши членские видео. Потому что в сегодняшних членских видео, на которых мы говорили про графики биткоина, с точки зрения волн Эллиота, затронули много деталей. А также мы рассмотрели фондовые рынки. И, конечно же, золото и серебро. В членских видео мы говорим о золоте и серебре. И если вы еще не наш член, присоединяйтесь по ссылке в описании. Спасибо. Увидимся в следующем выпуске. Пока.